Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у нас автомобиль Skoda Octavia 2013 года выпуска 1.2 Turbo У человека случилась такая неприятность Честно сказать, можно сказать после того, как она случилась, это уже не неприятность, а приятность Бампер целый, защита целая А радиаторы оба пробиты арматурой Диффузор немножко поколол Диффузор сейчас снимем, посмотрим, если получится его спаяем будет ходить, а радиаторы взяли фирмы Thermal, номера радиаторов скажу, в описании напишу какие здесь получается радиатор, разделен на две части основной и снизу вспомогательный маленький У каждого свой подвод свой выход Сейчас открываем капот, смотрим, как удобнее снять радиатор Не придется снимать фары с бампером потому что крепление там смотрел спереди саморезы вкручены и радиатор кондиционера защёлкивается на радиатор охлаждения поэтому сейчас будем смотреть если получится снять не снимая бампера снимем, если придется снять снимем фар и снимем бампер Здесь сверху корпус воздушного фильтра сняли отцепили его снимается, он легко стоит по трубке также отцепили вот этот заборник воздуха тоже он сидит здесь на саморезе и смотрим у нас что и как диффузор сидит просто на защёлках мы его поднимаем вверх и отщёлкиваем вот здесь по бокам две защёлки здесь сбоку есть разъём разъём электровентилятора вот он здесь есть фиксатор красный поднимаем его вверх и разъединяем разъём одной рукой неудобно сейчас я его разъединю всё разъединил поднял здесь снимается легко теперь вытаскиваем диффузор проводку здесь от него от подключения вниз выводим и аккуратненько снимаем вот диффузор расколол сейчас его посмотрим если он паяльником этот пластик будет паяться попробуем его спаять если нет то пока временно зашьём его проволокой а потом уже найдём новый новый поставим надо снимать бампер потому что крепление радиатора спереди вот это вот крепление радиатора оно спереди прикручено саморезом вставляется и прикручено а радиатор по-другому не выдернешь и радиатор кондиционера спереди на этом радиаторе на основном на таких же защёлках стоит сейчас мы тогда откручиваем вот эти винты торксы смотрим поднимаем вот здесь у нас всё откручиваем и снизу сейчас покажу что будем откручивать снимаем локер с одной стороны и с другой стороны здесь бита торкс получается Т25 это для чего мы делаем чтобы нам бампер открутить сверху двумя винтами вот с этой стороны изнутри два винта крепят бампер у нас и снимаем наш локер по периметру его откручиваем саморезы в общей сложности получилось два три четыре пять шесть семь восемь девять десять саморезов все здесь уже удобно вот отсюда также мы можем снять а там та же бита торкс Т25 камера мешает поэтому откручиваем два самореза вот так покажу повнимательнее это замечательное крепление бампера вот я его сейчас уже открутил на эту пластинку снизу гайки здесь приварены закручивается вот отсюда из-под крыла два самореза ну все вроде бы мы так основное все открутили вот бампер у нас отходит сейчас посмотрим где что и снимаем его со второй стороны локер откручу сейчас вот здесь вот снизу под фарой посмотреть где крепление есть флажок вот этот флажок вот я отверткой его нажимаю бампер натягиваем вперед и нажимаем этот флажок и он отщелкивается и так же точно со второй стороны он держит заключительный бампер и после этого мы уже сможем его снять сейчас отверткой постучишь мне рукой вот в этот упор так вот держи подожди я тебе скажу когда вот снизу отжимаем вот эту собачку чуть-чуть осаживать чуть-чуть посильнее нет прям рукой постучи чуть-чуть должен там уйти у нас из зацепления и верхний потом сделаем так же подержи вот так вот подержи пока прижаты подержи А я попробую сейчас нижний, подстукиваю верхний. Вот теперь нижний. Оп, всё, эту сторону мы освободили. Да, всё, эту сторону мы освободили, точно так же вот с этой стороны такой же фиксатор, но этот я уже снимать не буду, уже понятно, что как. И тогда мы, вот по этой стороне видно, что у нас радиатор заходил. Вот он, вот он заходил вместе с кондиционером. Кондиционер мы поднимем вверх, снимем и потом уже снимем охлаждение, не испуская фреона. Так, вот он фиксатор у нас. Его нажимаем и поднимаем. Радиатор кондиционера вверх. Всё, он пошёл у нас. Также вторую сторону, точно такой же фиксатор. Надо отвертку с прицелом, с подсветкой. И тоже поднимаем вверх. Всё, вот он у нас кондиционер и зацепление вышло. Радиатор у нас основной. Вот он, шатается. Сейчас мы снимаем патрубки. Снимаем хомуты. Ну, хомуты, как и у всех ваггарских машин. На фиксатор. Фиксатор освобожаем. Один и второй. И после этого у нас патрубок. Немножко пошевелили его. И он должен сходить. Чего он делать не хочет. Сниму хомут полностью. Резинка держит. Хорошо. Сильно главное не тянуть, чтобы ничего не сломать. Резинка целая. Точно так же снимаем нижний. И снимаем вот здесь у нас два. Здесь два радиатора. Как я и говорил, вот он снизу у нас один. Как же его? Так вот спереди, если показать. Вот он. Один у нас отломанный, висит который, а второй у нас стоит. Отключаем и тот и тот патрубок. Все, патрубки отсоединили. Берем аккуратно радиатор. Настя. Упалитель. Ох, грибы. Упалитель. Профессии. Подходим курибку. Герои. Курибы. я покажу что здесь приключилось арматура зашла отломала этот штук пробила этот радиатор и ушло верхний радиатор радиаторы они раздельные но они здесь на кронштейне просто соединены между собой вот они новые радиаторы сразу их соединили нижний и верхний по отдельности их не заменишь на автомобиле в любом случае надо снимать их пары а потом уже разденять и менять у каждого есть свой номер это фирмы термал номера у них получается верхний радиатор большой 5353 12 джипи нижний радиатор получается 5353 18 си это нижний радиатор сейчас мы берем заводим потихонечку на место но перед этим мы сейчас со старого радиатора снимем фиксаторы вот эти которые сбоку подушки защелкиваются они одеваются вот найти уши переставил то ли подушки они здесь по-другому не снимаются здесь еще в них должен закручиваться саморез но саморезов здесь не стояла ни с одной ни с другой стороны никто не разбирал похоже что их не поставили завода заводим аккуратненько чтобы соки не побить а и Снизу радиатор сидит на направляющих. Сейчас сначала заводим одну сторону радиатора кондиционера. И одеваем направляющие снизу. Там встала она, да? Да, только встала. С обеих сторон встала она, нет? Нет. Нет, это будет леветь. Вот, все встало. Теперь ставим на место радиатор кондиционера и заводим вот эти защелки, которые у нас... Сейчас покажу. Вот эти вот защелки, они должны в свое место вот здесь, в паз зайти, чтобы зафиксировать радиатор с одной стороны и также вот здесь вот с другой стороны. Но перед этим мы сейчас не до конца одеваем и защелкиваем радиатор кондиционера. Не до конца. Субтитры сделал DimaTorzok Все, радиатор кондиционера у нас защёлкнулся Теперь смотрим и защёлкаем вот эти Одна И вторая Все Все, радиаторы мы установили Теперь мы проверяем, как у нас здесь стоят они Здесь защёлка нормальная И здесь защёлка нормальная Радиатор кондиционера защёлкнут Ничего не болтается, ничего не гремит Одеваем по трубке Они тоже до защёлки И так же нижний Ставим на место диффузор Диффузор здесь такого пластика, который не появится Поэтому мы его взяли, сшили Жёсткость придали Будет работать Диффузор 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 КОНЕЦ Диффузор здесь сидит на защелках Вот такие защелки, четыре штуки Две сверху, две снизу Берем, защелкиваем его Радиаторы надо ставить вместе с диффузором Потому что потом пришлось опять отщелкивать эту боковую защелку радиатора Чтобы защелкнуть на место диффузор Здесь диффузор садится вот под эту полочку Вот под эту полочку телевизора И когда снимаете, снимайте вместе с диффузором и ставьте вместе с диффузором Ну а если по отдельности, то сначала ставьте диффузор А потом уже защелкивайте радиаторы на место на защелке Так, собираем все сверху, ставим Снизу у нас разъем объектровентилятора Ставим вот здесь в воздуходоборник И закручиваем его Хорошо Хорошо То есть сейчас там в траве его искать И ставим в воздушно-фильторное место И ставим в воздушно-фильторное место И ставим в воду И ставим куку И ставим в двух кукурузор КОНЕЦ Все, сверху мы сделали, теперь устанавливаем на место бампер Вот он фиксатор, который я через это отверстие сверху отверткой нажимал Вот она клипса, вот так она работает, она защелкивается Это направляющие на фару одеваются А вот, которое я вам говорил, через эту пластинку сверху вкручиваются саморезы Но это делается через крыло Отсюда вот, если посмотреть, вот диаметр Но подлезть отсюда крайне-крайне неудобно Только из-под крыла Ладно, устанавливаем Медеем Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Все установили локеры с обоих сторон Добавил субтитры DimaTorzok 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 Заливаем Залили антифриз Заводим Антифриза ушло чуть меньше 5 литров Добавил субтитры DimaTorzok 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 Добавил субтитры DimaTorzok